Самая лучшая история любви? Блин, честно, даже не знаю. Они все одинаковые в целом. Вот мой сын считает так же. Да? Понимаешь, он такой, типа, я не понимаю. Интересно, вот когда-нибудь мы запишем подкаст с сыновьями. Дойдем ли мы до этого? До этого. Оу, всем привет, это Куджи подкаст. Подписывайтесь на наш канал или не подписывайтесь на наш канал. Управляй своей жизнью сам. Да. Итак, всем привет. На связи Куджи. Классический состав Андрей Коняев, Тимур Каргинов. Мы снова здесь. И я думаю, это уже у нас вошло в традицию. Мы записываем подкаст в преддверии 8 марта. И мы хотим поздравить всех женщин с 8 марта. Как я и говорил в прошлый раз, я буду теперь это говорить каждый год. Только на женщин вся надежда. Никакой другой надежды у нас не осталось. Сто процентов. Мужчины в этой стране, это, конечно, надежда только на женщин. И порой я думаю, что мужчины этой страны не заслуживают женщин этой страны. Ну, на мой взгляд. Поэтому всех, наверное, уже с прошедшим 8 марта. Это все, что я могу сказать про 8 марта. Хороший праздник, если честно? Нормальный. Хороший? Нормальный. Хороший. Не нормальный. Хороший. Хороший праздник. Добрый, светлый праздник. Добрый, весенний праздник. Абсолютно верно. Праздник 8 марта. Люблю, потому что он у меня ассоциируется с моими вообще бабушкой моей, с мамой моей, с женой моей, со всеми близкими мне женщинами. Хорошо, у меня он ассоциируется почему-то со школой Почему? Ну, потому что в школе, я помню, обязательно поздравляли на 8 марта Отличная была тоже вообще традиция Хорошая традиция Мы поздравляли девчонок, дарили там какие-то подарки, цветы В общем, это было вполне себе мероприятие такое важное Да, поэтому еще раз с прошедшим праздником Андрей, как дела у тебя? Ты будешь пробовать шоколадку? Нет, мы ее уже пробовали, мы ее в следующий раз еще раз попробуем Окей, хорошо, тогда я сегодня буду вести этот подкаст по принципу Вот, я нашел книгу Так Как разговаривать с кем угодно, когда угодно и где угодно И кто на нее написал? Ларри Кинг Я так и подумал Да? Ну, потому что я увидел Ларри Кинг, думаю, наверное, Ларри Кинг написал Да, буду по этой книге вести, будем просто рандомные моменты Я буду сейчас просто... Чего начинать? Вот тут глава О, отлично Подожди, с чего начинать разговор? Да, с чего начинать разговор Где бы вы ни были, на приеме или на банкете, в первый день на новой работе, при знакомстве с новыми соседями или в любой другой ситуации Набор тем, с которым можно начать разговор практически не ограничен, Андрей Вот это полезная фраза, очень полезная Вообще, да Очень То есть про что угодно давай поговорим Андрей, какая, на твой взгляд, самая популярная рубрика в М плюс один? В какой-то момент был Космос, до этого Я... Тут все зависит от автора, на самом деле Можно я переформулирую вопрос? Давай Как ты думаешь, какие самые популярные направления науки интересны зрителям? Популярные науки? На самом деле нет таких направлений Наука огромная, и люди интересуются тем, о чем им интересно рассказывают Ну, допустим Подожди, я тебе вот приведу пример Я, когда только это все начиналось, мы только начинали на плюс один Очень была популярна космическая тематика То есть все, что связано с космическими С изучением космоса С такими вещами, связанными с Там, я не знаю, астрофизикой и прочее, прочее, прочее Потом в какой-то момент у нас, например, появился Появился автор, который очень-очень хорошо писал про обезьян Она в какой-то момент уехала в итоге изучать обезьян в Бразилию То есть она полевой биолог, который занимается изучением обезьян Вот она писала про обезьян совершенно фантастические новости Никто в русском интернете ничего такого не писал Да и в иностранном тоже Про всевозможные социальные структуры обезьян О том, что вот там обезьяны иногда хоронят своих сородичей И так далее, и так далее Вот она про это писала И это очень было интересно, очень популярно Потому что ничего такого не было Ну, отлик у зрителя был? У читателя Да, конечно, был Ну, потому что я тебе говорю, если автор пишет регулярно и пишет хорошо Да То обычно людям это интересно читать Потому что наука огромная, и можно писать про разные аспекты науки Забавно, что тут вот следующая глава У него заголовок Не устраивайте собеседнику допрос с пристрастием Так это как бы и не допрос с пристрастием, слушай Да, у вас нет цели выудить из собеседника максимум информации о нем Или все подробности обсуждаемых событий Вообще, слушай Однако, не лучше и другая крайность Быть слишком немоглословным Слушай, тогда люди будут думать, что вы либо не очень умны, либо нелюбезны Слушай, такая полезная книжка Такие полезные советы Знаешь, это вот, кстати, как гороскопы Знаешь, вот, то есть Ты берешь общие советы Он может быть максимально уважаемым человеком, но при этом его книжка может быть полное говно Я не понимаю, как одно связано с другим Я просто читаю рандомные выдержки Да, но вот они пока две из двух Пока две из двух Ты по двум, вот говорят, не суди по обложке о книге И также не суди по пару прочитанных мной фраз из книги о целой книге Знаешь, есть такое понятие, такой жанр анализа, когда у тебя, например, есть производство какое-то Вот у тебя там выезжает некое количество готовых объектов, болванки какие-то специальные там, я не знаю, или колеса И ты не тестируешь их все, потому что это долго, дорого и сложно Ты берешь из партии, случайным образом выбираешь несколько колес и их тестируешь Если они не проходят тестирование, ты просто под нож пускаешь всю партию Потому что это статистически означает, что там большой процент брака А если она проходит, то ты отправляешь Это типа статистический анализ Вот ты открыл две фразы Две фразы, обе вот примерно такие Хорошо, когда хорошо, но когда нехорошо, в принципе, нехорошо, а плохо, так и вообще плохо Это очень мудрая мысль Когда хорошо, хорошо, когда плохо, плохо Очень-очень полезная мысль О чем можно говорить с собеседником? Да, обо всем можно говорить с собеседником Поэтому вы оказались на необитаемом острове вдвоем с лучшим другом Он умирает от рака Хорошо Не знаю, что тут хорошего За несколько дней до смерти он говорит вам Дома у меня есть в банке 100 тысяч долларов Когда меня не станет, постарайтесь, чтобы мой сын получил на них медицинское образование Затем он умирает Однако его сын никчемный шалопай Тут так и написано Шалопай Шалопай Что вообще означает слово шалопай? Старое доброе шалопай Это какое-то древнее слово Это какая-то смесь между словом папай и шалопай Нет, у тебя не было шалопай? Шалопай Это типа просто очень старое слово Ты знаешь такое слово масол? Масол? Да, я вот недавно совершенно у меня был флешбек Масол это просто здоровая кость Не было такого? Маслы Ну как бы маслы Кости Так любое слово можно вспомнить, Андрей Я тебе просто говорю Я этого слова масол Депозит Кости не слышал Не слышал очень много лет И тут вдруг какой-то шалопай Ну так давай Однако его сын Он никчемный шалопай Который вовсе не собирается учиться на врача И пустить эти 100 тысяч на ветер За пару месяцев В буквальном смысле на ветер Тут слова обороты, конечно Тут я не знаю, кто это переводил Между тем ваш сын Как раз поступит в колледж И страстно желает стать врачом Кому из них вы дадите деньги На медицинское образование? Шалопаю Андрей Коняев Шалопаю? Конечно Почему? Ну потому что это странный вопрос Это не мои деньги Меня попросил человек Которому я доверил Эти деньги отдать конкретному человеку Типа пусть он получит на них Медицинское образование Ну это уж, прости, ты вот Ну как бы, как уж получится Да, дальше Ларри Кинг тут отвечает Я задал этот вопрос множеству людей От ректора Ельского университета До 22-летнего новичка Из команды Сент-Луис Кардиналс Такая команда И он ни разу не дал осечки Так У каждого есть свое мнение Но по большей части Они различаются между собой И все обоснованы Иногда одной этой темы Хватает на целый вечер Ого А, ну ты понял Он дает тебе такую вилку Спор И ты начинаешь спорить Как лучше поступить Ну да Ну типа Ты такой Говоришь Вот представь Есть дыня и арбуз Да И вот ты даешь такую вилку И дальше этого хватает На целый вечер Да Вот примерно так Ну только про 100 тысяч И И сына шалопая Все, поехали Итак у нас рекламная интеграция Альфа инвестиций Тема сегодня Финансовая грамотность Тимур, что ты знаешь про инвестиции? Что ну нужно инвестировать, Андрей Звучит прям вот очень профессионально Чувствуется глубокое знание предмета Может быть что-то еще? Хедж фонды Понятно Лемон Бразерс Лемон Бразерс Спасибо Значит Блэк Роук Хорошо Ты прямо вот Ну дальше будешь накидывать Стэй Стрит Вот хорошо Неплохо Волл Стрит Например еще какие-то Волк с Волл Стрит Такие вещи Дальше Вот И на самом деле Инвестиции Это способ борьбы с инфляцией В первую очередь Потому что что такое инфляция? Инфляция это естественный процесс Который происходит в любой Моноритарной системе Где есть деньги Они со временем Теряют покупательную способность То есть за ту же сумму денег Ты можешь купить меньше товара Соответственно Борьба с инфляцией Тебе нужно Чтобы это количество денег У тебя увеличилось Если ты просто делаешь счет Кладешь на счет в банке То в целом Прирост будет ниже инфляции То есть ты будешь со временем Чуть-чуть терять деньги Если у тебя денег не очень много То это может быть неощутимо Но если у тебя есть какая-то нормальная сумма То это может быть ощутимо Вот инвестиции Способ борьбы с этим Грубо говоря идея состоит в том Что ты инвестируешь И прибыль от инвестиций Позволяет сделать так Что покупательная способность Тех денег Которые у тебя есть Сумма растет И покупательная способность Тоже растет То есть ты не теряешь А сохраняешь И возможно даже приумножаешь Я это все знал, Андрей Я специально просто Прикидываюсь Прикидываюсь неучем Ну чтобы было какое-то напряжение Ну чтобы я мог Конечно Воссиять Кто у нас самоидентификацию Через интеллект выстраивает Ну конечно я Да Вот Хорошо Спасибо Спасибо Вот Но поучительно Да Штука с альфа-инвестициями Что там Ты можешь Начинать Со сравнительно Небольших сумм Типа вот с тысячи рублей То есть ты можешь Инвестировать с тысячи рублей Попробовать себя Понять Как тебе комфортно Если Вот например Как бы делал я Да И как Свой пакет Мы делали с женой Мы все делали сами То есть мы сами Почитали Посмотрели Покупали бумаги И то есть Ни к кому не обращались Мне ближе Вот личный опыт Но кому-то Возможно Это будет дискомфортно Поэтому альфа-инвестиции Есть как классическое образование Так и Советы от Инвест-экспертов Которые ты можешь Самостоятельно проверить И тот Кто откроет брокерский счет До 30 апреля Будет получать Каждый день Бесплатно Акции В подарок Все это круто звучит Да У меня брокерский счет Брокерский счет Звучит вообще нормально Брокерский счет Что у тебя У меня брокерский счет А у тебя У меня вот Пенсионное свидетельство Да Нормально Ну меня бы Вот честно Меня бы кто-нибудь Мог впечатлить Этой фразой У меня есть брокерский счет В альфа-инвестициях И каждый день Мне приходят акции До 30 апреля Ты знаешь После одного Из своих концертов Я познакомился С очень приятным парнем Который Оказался фанатом Математики И мы идем таким Он причем По-моему Сам математик Сейчас он занимается Чем-то типа Искусственного интеллекта Какой-то стартап И он И мы идем Такой большой компанией И он Кому-то рассказывает Разные Про разные Математические задачи И никому не интересно Все такие Чувак Ну типа Вот зачем ты сейчас Рассказываешь А я такой А ну-ка Благодаря тебе А знаешь для чего? Для того чтобы Эти математические задачи И тебе сейчас сказать Знаешь ли ты о них? Я такой А ну-ка А ну-ка А ну-ка А ну-ка Вот допустим Он рассказывал Про такую математическую задачу Как Сейчас Секунду 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 Который называется Бесконечный отель Да Ты знаешь Реально? А ну, расскажи нам. Ну, реально это очень интересно. Бесконечный отель. Что это такое? У тебя есть бесконечный отель с бесконечным числом номеров. Слушайте, парни. У тебя приезжают все номера заняты. Все номера заняты, но их бесконечное количество. Дальше тебе говорят, вот приехало бесконечное число посетителей. Можно ли их поселить в этом отеле? Так как в отеле бесконечное число номеров. Но все занято. Все занято. Ты говоришь, да, конечно. Смотрите, что я буду делать. Я беру и переселяю их по следующему правилу. Я беру тех, которые у меня живут в отеле. И первого оставляю в первом номере. Второго поселяю в третий номер. Третьего поселяю в пятый номер. И так далее. Просто рассовываю их по нечетным номерам. И таким образом я рассовал бесконечное число посетителей в нечетные номера. И у меня остались все четные номера. А я вот тех, которые приехали, просто начинаю поселять в четные номера. Это утверждение о том, что если у тебя есть счетное множество, то у него бывает подмножество. Если у тебя есть бесконечное множество, то у него бывает подмножество той же мощности, что и оно само. Кто-то что-то понял, парни. Но название очень такое, да? Бесконечный отель. Бесконечный отель. Но это типа, это еще раз, это очень понятная разница между конечным множеством и бесконечным множеством. Если у тебя множество конечно, в нем конечное число элементов, то ты не можешь найти подмножество, то есть взять какую-то часть, чтобы оно было по размеру такое же, как все множество. Если у тебя пять номеров в отеле, ну не бывает шесть номеров подмножество пяти номеров. Я даже не знаю, как это сказать. А в бесконечном случае бывает легко. хорошо следующий константин не обещал вот я делаю так парадокс монти холл парадокс монти холла значит как устроен парадокс значит играем в игру а там игра такая игра была очень популярная игра где было три двери да три двери три двери вы знаете это парни вообще-то так интересный значит три двери и за каждой из двери за одной дверь за одной дверью машина условная а за двумя дверьми проигрыш ну ничего нет там по муки то свиньи хорошо овцы 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 да 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 овцы так да и тебе загадывают который который за какой дверью автомобиль за средней правой до центральной правой левой и ты говоришь правая так да ну это ведущий мы играем да давай ты говорим какая дверь нет неправильно я тебе говорю какая дверь я говорю правая отлично говорю я в этот момент осталось две двери до средней левая до за левой дверью овца сейчас пусть то как я тебе сообщил что за левой дверью овца ты можешь поменять свое мнение то есть поменять с правой на среднюю либо можешь оставить до как было да что ты выберешь я на ответ вот что вы выберете парни поменять ответ или оставить ответ так отвечайте в комментариях тоже но это правда будет бессмысленно это не в режиме онлайн что-то выберешь оставляем андрей правильно поменять щелгло этому расскажи вообще поменять правильно поменять шалобай это ты видимо не будет у тебя парадокс монтихола работает с последующему принципу вот возьмем три двери мы не знаем где чё расположено знаем что машина расположена за одной дверью за двумя овца значит вероятность выбрать наугад дверь и там машина равна 1 3 это очень понятная вероятность теперь с другой стороны вероятность выбрать овцу то есть представим что я играю в другую игру на хрен мне машина выбираю овцу поэтому поэтому вероятность выбрать овцу если то есть это работник э peda目 вероятность выбрать овцу две трети все отлично теперь что происходит что происходит когда мы играем в игру с вот этими вот правилами, да? Если я не меняю свое решение, если я не меняю свое решение, это эквивалентно, ну, типа, он бы мог мне вопросы не задавать. Вот ничего же не поменяется. Вот он мне задаст вопрос или не задаст вопрос. И я как выбирал машину, так и выбираю машину. И вероятность остается одной третьей. Ну, потому что я же выбираю машину. Да. Теперь, когда он мне задает вопрос, и он мне говорит, вот, там овца. Вот. Я на самом деле играю в другую игру. Я говорю, окей, предположим, я выбрал ту дверь, за которой овца. Ну, то есть я пытаюсь угадать, где машина, выбирая овцу. Да? То есть я выбрал овцу, он мне показывает, где еще овца, теперь вероятность стала другой, я меняю решение, и получается, что я выиграю автомобиль, и вероятность больше, две трети. То есть ты имеешь в виду, что надо угадывать, где овца скорее. Да. То есть, когда... Тут неожиданно, что, типа, если ты пытаешься угадать, где овца, действуя в этой логике, там получается, что ты угадываешь, где машина с большей вероятностью. Ну, это интересно было. Вы прослушали позывные рекламной интеграции. Итак, сегодня у нас рекламная интеграция Островок.ру, сервис бронирования апартаментов и отелей по всему миру. Я по апартаментам, Андрей. Ты по апартаментам. Я, короче, тут же ездил на научную конференцию в Австралию. О-хо-хо. Да-да-да. Это там о-хо-хо. Короче, значит... На островок, так сказать. Неплохо, неплохо. Ну, на большой, там внизу. Значит, как устроена научная конференция, ты договариваешься, приезжаешь. И я, так как я человек неопытный, я редко езжу, я совершил, как выяснилось, такую ошибку. Я позволил непосредственно поднимающей стороне решить вопрос моего поселения. Тебя поселили в озеро с крокодилами. Смешно, смешно, смешно. Но если бы меня поселили в озеро с крокодилами, это хотя бы было бы неожиданно. Меня поселили в общежитии. То есть, как бы это такое очень милое общежитие. Чистое, хорошее, все хорошо, все здорово. Но вот душ на этаже. Вот там как бы восемь комнат, душ на этаже, туалет тоже, собственно, на этаже. Ну, и кухня. И кухня. Тоже на этаже? Тоже на этаже. В целом все есть на этаже, Андрей. На этаже? Да, на этаже все есть. Я не понимаю твоего недовольства. Я и недоволен. Я скорее попытаюсь сформулировать это так. Я слегка отвык. Ну, то есть, вот я как будто уже вот, ну, очень здорово, очень классно. То есть, ты просыпался и шел, брал Нессессор, в котором были всякие принадлежности. И шел в душ. Я правильно понимаю? С Нессессором, с полотенцем. Очень хорошо. Халат был? Нет, нет. Ну, какой халат? Худи по красному пасу. Худи по красному пасу. Вот. И как бы все здорово, но вот есть как бы люди, которые более опытные, более опытные, они, понимаешь, они вот заранее знали, что так может произойти, если доверить. И провели душ в номер. Нет. И они просто арендовали апартаменты. Ну, тут взяли, соответственно, либо номер в отеле, либо прям сняли какую-то квартиру, комнату. И тут, конечно, вот, как бы, к чему эта история? Как раз Островок бы помог. Да, потому что, если бы я... Там, правда, была другая смешная история. В этот, когда мы были на этих выходных был концерт Тейлор Свифт в Мельбурне. И поэтому... Поэтому ты скажешь на этаже. На этаже, да. И поэтому кто снял непосредственно в Мельбурне еще и выиграл, да? То есть у них там концерт был где-то рядом. В этом смысле Островок бы очень помог. В следующий раз, надеюсь, я не повторю эту ошибку. Вот. У них, у Островка есть такая программа Гуру. Это для тех, кто постоянно через них бронирует. У них скидки. Если регистрируешься прямо сейчас, получаешь скидку 10%, а если долго пользуешься, то скидка будет до 40%. Кроме этого, если у тебя есть уровень в какой-то программе лояльности в авиакомпании или на другом сайте, ты можешь предоставить скриншот и тоже получить уровень в этой программе. У Островка несколько уровней. Пользуйтесь Островком. Нет, я все это знаю. Пользуйся Островком сам. Хорошо. Я-то опытный, Андрей. Ты-то опытный. Ты бы не попал в эту ситуацию. Какие еще есть такие вот интересные математические загадки? А ну-ка, Андрей, тут просто дальше по книге надо... Задавать вопросы. Надо задавать вопросы собеседнику, на которые он... Ему комфортно отвечает. Да, то есть там такой совет. Вот общие черты всех хороших собеседников. Они смотрят на вещи с новой точки зрения и имеют нестандартное мнение о известных предметах. Блин, такие... Давай. Ну, давай, давай, Андрей. Полезные. Ты не застряй на этом внимании. Ты на качестве книги зачем? Ну, не уйди. Да, хорошо, хорошо. Ну, типа вот, например, у тебя есть собеседник, да? Да. Вот постарайся найти тему, которая интересна собеседнику. Ну, вот я же говорю, какие еще математические задачи у вас есть? Например, такая задача. Давай. Интересная только, Андрей. Да, интересная. А то ты, я как собеседник, значит, я промахнулся. Промахнулся. Тебе. Вот, предположим, у тебя есть велосипед на квадратных колесах. Ага. Предположим. Вот. Плохая идея. Да. Плохо ездит. Предположим. Тебя трясет. Да. Вот. Можно ли сделать дорогу, по которой квадратный велосипед с квадратными колесами едет, и тебя не трясет? Как будто ты едешь по ровной дороге с круглыми колесами. Ну, скользкая дорога? Нет. Квадратный, он, видишь, он вот так переваливается. Нет, ну, вот просто вот, смотри, он остается на одной стадии квадрата, на одном ребре, правильно? Да. И просто едет. Класс. Но я имею в виду, что он переваливается. А, переваливается. Можно ли такое? Не знаю, Андрей. Я же не занимаюсь математикой. Я геннезик больше. Хорошо. Есть, есть такие вот, называется, гиперболический косинус. Вот из них можно сделать такую дорогу. Волнистую дорогу. Да, что по ней будет катиться этот. И вот центр, центр вот этого квадрата будет всегда на одной высоте. Поэтому, если ты едешь, тебя не трясет, колеса квадратные, дорога неровная. По сравнению с бесконечным отелем, это так себе. Хорошо, давай попробую еще. Можно ли в кубе, можно ли в кубе, куб представил себе? В кубе, сделать дырку, чтобы туда пролез куб такого же размера. Вау. Есть какие-то варианты ответов у нашего зрителей в студии? М-м-м, да. Как? Так. Нет ответа на этот вопрос. Нет ответа на это. Нет, нет. Звонок другу. Звонок другу. Да, подожди. Реально, давай звонок другу. Давай, давай, давай. Я сейчас позвоню. Константину позвоню. Да, да, сейчас я позвоню ему. Алло, Андрей. Алло. Алло. Да, Андрей. Смотри, такая вот задача. Можно ли... Вот куб себе, представляешь, куб. Ну, типа, ладно, да, представляю. Можно ли в кубе сделать дырку так, чтобы туда поместился еще один куб? А, да, можно. Как? Это классическая задача. Представь, что ты разворачиваешь куб углом к себе. Так. Смотришь на него, и он перестанет быть кубом и становится шестиугольником, так мы это он больше. И ты тогда через угол можешь проделать дырку квадратную, в которую пролезет куб. Ну, да. Вот такой ответ. Спасибо. Спасибо. Вот такой ответ. Да, у тебя нормальные друзья. Андрей, вот такой вот... Четко, четко. Вот такой вот ответ. Ну, это было интересно. Значит, смотри. Общие черты всех хороших собеседников. Значит, вот смотри. Они обладают чувством юмора, и они не стесняются сами его использовать. Более того, наиболее интересные собеседники часто рассказывают смешные истории о самих себе. Ирония так называют. Самая ирония. Самая ирония. Не знаю. Андрей, уместно ли вообще шутить... Хочу тебя вот просто спросить твое мнение. Ну, опять-таки, по этой книге. Уместно ли шутить на некоторые вещи, которые достаточно, можно сказать, исторически трагичны? Которые вот... Вот как-то, я помню, говорили с тобой, и ты сказал, что для тебя самый страшный месяц в году, это всегда бывает август. Да. Ты говоришь, что в августе всякая там страшная вещь и всякая дичь происходит. Но мне кажется, сейчас сместилась эпоха, и вся самая страшная дичь происходит в феврале. Не, не похоже. Да? Да. Август по-прежнему нормально. Ну, мне кажется, что последние страшные вещи случились в феврале как раз-таки. Ну, ты посмотри, что еще происходило в августах, и потом сравни. Ну, я сейчас не буду батла августа и февраля. Да, просто типа то, что у тебя август в среднем статистически выигрывает. Да, такое есть. Но действительно какая-то хрень происходит в августе. Что ты хочешь спросить, можно ли шутить про август? Потому что это трагический месяц. Ну, вообще про трагедию. Ну, что значит шутить про трагедию? Ну, иронизировать. Тут всегда вопрос, понимаешь, юмор – это вещь такая. В юморе невозможно избавиться от контекста. Любая попытка взять юмор и вытащить его из контекста всегда приводит к тому, что либо юмор перестает быть смешным. Да? Вот классический пример. Если бы… Ну, ты читал «Алису в стране чудес»? Да. Вот если бы «Алису в стране чудес» читал современник Льюиса Керролла, он бы там угорал. Потому что там очень много политических приколов. Например? Там половина персонажей – это эти карикатуры на конкретных деятелей политических того времени. То есть у тебя прям вот он брал политические партии, над лозунгами издевался. Типа это было вот прям конкретное, конкретное острое такое произведение. А сейчас ты смотришь и такой, типа, я не понимаю, потому что половина юмора ушла, осталась вот просто странная история, странные, слегка неадекватные приключения. Вот. Поэтому в юморе важен контекст. Если ты вынимаешь контекст, то непонятно, что остается. И дальше возникает вопрос. Вот ты шутишь про трагедию, ты являешься частью этой трагедии? То есть ты ее разделяешь, ты ее пережил? Если да, то, ну, пожалуйста. Тогда это не более чем механизм, который ты используешь. То есть ты шутишь про чужую трагедию? Ну, чуть сложнее, потому что ты шутишь про чужую трагедию. Для чего ты это делаешь? Тебе кажется просто это смешным пошутить над чужой трагедией, типа, а-ха-ха. Либо ты как-то, у тебя есть за этим какая-то идея. Понимаешь? На мой взгляд, всегда важен вопрос такой эмпатии. Нет никакого, понимаешь, это же спор, который был. И мне кажется, вот этот вот наш разговор о том, про чем можно шутить, а про чего шутить не надо. Мне кажется, он начался чуть ли не с первого нашего выпуска. То есть мы обсуждали, про чем можно пошутить. В одном же из первых выпусков мы обсуждали, помнишь, клип Чалдиш Гамбина? This is America. Про что это было? Вообще другое время. Вообще другое время. Как будто его и не было. Как будто его не было. Как будто вот реально вот... А, я понял, да. И все говорили, что это вот большое социальное высказывание, что... А он же сам еще формальный комик. Поэтому там вот как бы и это... Блин, мы реально это обсуждали. Да, они, по-моему, создатели вот этого нового вида, жанрового вида, типа, называется черный сюрреализм. Об этом рассказывали, я где-то читал. Да, это тоже мы говорили. Про его сериал... У него там сейчас несколько сериалов. Ну, грубо говоря, чтобы они показывают жизнь черного через какой-то сюрреализм, потому что так работает... Атланта. Да, да, да. Потому что так, на их взгляд, работает... Это еще и Джордан Пилл, да? Который «Сумречную зону» перезапустил. Да. Мы вот это... Мы, по-моему, фильм там, они, оно... Ну, вот, короче, вот эта вот серия вот стран, странноватого кино. У этого еще... Как его звали-то? Не Чарльз Гамбин, как я забыл, как его зовут, самого актера. У него сейчас еще вышел мистер и миссис Смит. Они перезапустили... Ну, вот это я не видел, да. Что черный сюрреализм, это показывать через сюрреализм как его... Иногда, мне кажется, вот почему бы не возродить... Есть русский сюрреализм. Вот мне кажется, мы живем в русском сюрреализме. Российском сюрреализме. Хорошо. В начале 20 века все было. Было и сюрреализм. Вообще, на самом деле, знаешь... Наверное, Булгаков, да, это что такое? Нет, это магический реализм. Магический реализм. Да. Магический реализм придумал же Габриэль Гарсия Маркес. Ну, как бы окей, придумал Габриэль Гарсия Маркес, но вот это вот тоже магический реализм. Когда у тебя есть очевидно магические вещи, которые вплетены в окружающую действительность, и они как бы не совсем кого-то смущают. Вот что, по-твоему, у Булгакова больше всего напоминает такую сатиру? Мне кажется, у него нет сатиры в том понимании... А вот тебе кажется, что собачье сердце это нет? Слушай. Потому что я сейчас очень много читаю типа такого, а потом эти все шариковые пришли во власть. И отчасти это так. Людям, ну, как бы, я не знаю, была ли там заложена сатира, на мой взгляд... Нет, он же там много говорит. Смотри, там уже прямо есть такие фразы, что при царской власти ни разу свет не выключали. Сейчас свет выключают постоянно. Там вот всякое такое. Разруха в головах. Разруха в головах, да. Ну, сейчас, во-первых, Булгаков умел писать афоризмы у него. Типа... Я тоже, кстати, на моих концертах прям... Вообще прям запоминают. Нарился не порежешь, но нормально, да. Но в качестве статуса ВКонтакте вообще нормально. Тоже не подходит. Тоже не подходит. Вот. Мне кажется... Ваш индивидуальный стиль. Вот там больше... Да. Это неплохо. У меня индивидуальный стиль. Индивидуальный стиль. Ты на меня вот хорошо повлиял, знаешь, Андрей. Да, спасибо. Мне вот все это говорят. Что мой стендап изменился с тех пор, как я начал общаться с тобой. В лучшую сторону. Ну, на мой взгляд... В индивидуальную. Не-не, на мой взгляд, в лучшую. Хорошо. Конечно. Ну, я еще и сам повзрослел. Я еще и сам любозглавил. Я вообще нормальный парень. Вот. И у тебя человек умел писать афоризмы. Так. И поэтому, конечно, у него очень хорошо это написано. Но как бы является лишь собачьей... Понимаешь, мне кажется, что типа просто прикол не выживет, не проживет такую серьезную жизнь, как собачье сердце. Потому что в собачьем сердце есть трагичность. Трагичность, в первую очередь, там самая трагическая фигура, это, конечно, сам пес, который из псов становится человеком, но человеком становится недостаточным. То есть он как бы ищет себя, что-то делает, а потом обратно превращается в пса в итоге. То есть он заканчивает собакой. Вот. И это такая какая-то история, которую очень легко вот Шарикова как явление списать со счетов и сказать, ну, это вот недочеловеки какие-то. Вот типа давайте разделим людей на Шариковых и не Шариковых. Вот это вот интересная тема. Потому что это сейчас прям часто возникает в контексте. Что сейчас все разделились на профессоров. Да, все просто Шариковых в Шариковых своих соперников записывают. То есть на самом деле все кругом Шариковы. То есть у одних вот они профессора, а те Шариковы, а у тех и эти Шариковы. И в результате кругом все псы, понимаешь? Не, ну там же еще был помощник. Что помощник-то? Помощник профессора. Ну, был он, но он как бы с профессором. Которому он говорил, вот это вот сейчас съешьте, вот эту замечательную штучку. Ну, вот он. А он кто? Не знаю. Это разделение людей по литературным... Блин, пассионария, сука. Да, да, да. Есть нормисы и пассионари. Это правда. Так, так. Вот. Ну, так и есть. Ну, конечно. Конечно. И мы пассионари, а вот эти нормисы вообще не шарят. Не, ну, во-первых, давай так. Это же... Это вот именно вот это. И фильм, и книга. Вот, кстати, я даже не знаю, что лучше, книга или фильм. Ты читал «Цветы для Элджернона». И фильм даже такой был. Там история такая про молодого... Честно говоря. Про молодого человека, молодого человека, который интеллектуально, ну, умственно отстал. И над ним все смеются. Он вот живет свою жизнь, и ему говорят, вот его вберут в программу, и он начинает вести дневник. И первая половина книжки написана с ошибками. Какая-то хипстерская книга, да, из 2008 года. Откуда-то. 1960 какой-то. Вот такой. Ну, почти угадал, да. Ты на «Пикнике афиши» нашел? Я ее прочитал... Когда ходил на «Мьюз» какой-нибудь. В 90-е, наверное... Или на «Ламбадо-Марке». В четвертом году. Когда мне было лет 10, потому что у меня была областная библиотека, и там был стенд с фантастикой. Я закончил все тем, что я прочитал весь стенд. То есть я приходил и уже знал все книжки, которые там были. Ну, так вот. И он пишет с ошибками, и он пытается... Ну, что-то там вот его волнует совсем. Ему нравится вот какая-то там девушка, которая с ним работает, профессор. И вот потом над ним делают некую процедуру, и он приобретает... Становится интеллектуалом. То есть он неожиданно становится очень умным. И сначала как будто все хорошо. Вижу свой путь в нем. Находит общий язык с этой женщиной, и у нее все хорошо. А параллельно опыт проводили над ним, над мышью по имени Элджернон. Вот. И дальше, значит, он... В какой-то момент оказывается ситуация, что он слишком умный. То есть он из одного типа одиночества, когда его никто не понимает, и он слишком тупой для всех, он переходит в другой тип одиночества, где его опять никто не понимает, потому что ему не с кем теперь разговаривать. То есть с ним никто не хотел разговаривать. Теперь ему и с людьми неинтересно. Вот. А потом выясняется, что эта процедура была временной, и Элджернон, он в какой-то момент умирает, и он тоже начинает тупеть и возвращается вот в это свое состояние. И вот там суть состоит, почему называется цветы для Элджернона, потому что он носит цветы на могилу мышки, которая умерла в итоге от эксперимента. Он там не умирает, но он вот остается таким человеком. И вот эта вот история, это... Когда я читал цветы Элджернона, я подумал, что это вот ровно история Шарикова, это собачье сердце, написана от лица собаки. Потому что если ты посмотришь на собаку и на то, как она видит этот мир в этом произведении, то относительно ее мнения, это совсем не та история, как относительно профессора Преображенского. Потому что мы смотрим на эту историю так. Я взял неразумное создание, наделил его сознанием, оно, значит, не превратилось в человека, который бы отвечал моим представлением о человечности, и потом обратно оно, значит, превратилось в псину. Ну и ладно. А теперь, если ты пес... Ты там упускаешь важный момент. Давай. Что у Шарикова там же друзья определенной идеологии появились. Конечно, появились. Которые все пришли там и... Да, что Шариков... Вы разве не сочувствуете немецким детям? Да, Шариков нашел себя, Шариков, вот эта вот вся история. Но опять же, я тебе говорю, что если... Швондер или как там его зовут? Да, был такой. Да. Ну вот это вот все. Но если ты поставишь себя на место пса... Так. Вот это будет совсем другая история. Очень-очень грустная. Когда ты из одиночества был псиной, превратился в человека, нашел друзей, а потом их потерял. Вот так. Навсегда. И снова стал псом. И снова ты бегаешь, и тебя гоняют все. Вот тут непонятно, что лучше, быть большевиком или псом? Ну вот с его точки зрения. Конечно, большевиком, потому что у тебя есть друзья. Вот это ответ, Андрей. Ну а что? Плохой одет? Не, ну это же мы с точки зрения... С точки зрения как бы пса. Конечно. Но произведение очень к месту. Или нет? А что значит к месту? В России все произведения к месту. Ну не все. Ну в целом так. Ну не все. Да все. Есть очень много переоцененных. Нет. Какие? Из классики любую открываешь, просто охреневаешь. Вот люди писали книжку, там какой-нибудь этот... Евгений Онегин. Как вот я его сейчас буду проецировать на современные события? Давай. Интерпретируй меня. Очень просто. Очень просто. Это более того, Евгений Онегин с точки зрения... Там как бы если вычесть роман в стихах? Да. Это история примерно такая. Сначала он попал во френд-зону, а потом она. Типичная, типичная история. Это мог бы быть ромком, это могла бы быть какая-то трагедия. Что это? Это какие-то частные истории. Как это... Так это же произведение... Мы сейчас говорили про собачье сердце, которое... Которое что? Ну, которое отображает, как многим кажется, общество. А история про любовь? Еще раз. Еще раз. А еще история про любовь и несчастную любовь. И когда ты любишь, а тебя нет, она близка почти каждому человеку. Да каждому близко. Может, в садике такое было вообще прекрасно. Ну, это я думаю, что не самая лучшая история любви, которая меня трогает, Господи. А какая тебя трогает? Меня? Лично? Да, какая? Самая лучшая история любви. Самая лучшая история любви? Да. Блин, честно, даже не знаю. Они все одинаковые в целом. Вот мой сын считает так же. Да? Понимаешь, он такой, типа, я не понимаю. Интересно, вот когда-нибудь мы запишем подкаст с сыновьями, дойдем ли мы до этого? До этого. Когда они будут взрослые, с ними можно будет сесть и поговорить, и чтобы зритель писал. Ну, это, блядь, конечно, сыновья у них. И они начали, как бы, комментировать особенности наших детей. Кто в кого пошел. И пошел ли. И пошел ли. Кто писал, ну, блядь, а что вы ожидали от сына Тимура? Ну, а что вы ожидали? Такое двойное оскорбление. Ну, типа, да. Из двух стволов. А что? Это же сейчас вообще. Ну, вот. Поэтому отлично. Отлично. Достоевский весь. Понимаешь? Толстой весь. Все. Вот все же написано. Ну, это все какое-то... Понимаешь, мне кажется, все преувеличено, нет? Ну, что значит преувеличено? Что вот Достоевский весь. Ну, нет. Толстой? Толстой. Да. Хорошо. А Достоевский? Достоевский не читал. Не одобряю. Короче. Толстой, да. Тоже весь. Тоже все, что написано, все как вопросы возникали, так и возникают. И, в общем-то, одни и те же. И эти удивительно, как люди... Смотри, но. Вот смотри, экранизировали «Мастера Маргариту». Экранизировали. Я не смотрел. Вот все говорят, что вот прям это вот... Саш, прям своевременно. Жена у меня ходила, ей понравилось. Понравилось? Да. Надо сходить тоже. Сходи. Ну, что она сказала? Хорошо? Ну, я к тому говорю, что вот очень своей... Что сейчас можно издать? Часто же экранизируют? Подожди. Почему «Мастер Маргарита» своевременно? У тебя «Мастер Маргарита»... Все так говорят, опять-таки. Я не знаю. Просто у тебя история... Булгаков очень актуальный писатель оказался. Булгаков... Сейчас. У тебя сатана приезжает в Москву. Это актуально всегда. У тебя роман просто «Мастер Маргарита», он мистический, понимаешь? Он мистический. Он так написан, и там столько всего происходит, что ты при желании... Ну, типа, его можно всегда притянуть. Там тебе есть и любовь. И у тебя есть и Ишуа, и тьма накрыла город... И патриаршие пруды. И тьма накрыла город Иерусалим. И так далее, и так далее. У тебя все-все там есть, там совершенно прекрасно. Да? И у тебя есть девушка, у которой критик назвал пьесу ее любимого человека говном, и она за это расхерашила его квартиру. Понимаешь? Все есть. Пожалуйста. А «Роковые яйца» вот подходят. «Роковые яйца»? Это я вообще удивлен. Да. Удивлен, что как бы, ну, нет пока приличной экранизации. Я видел только смешную экранизацию такого типа... Журнале «Крокодил». Нет. Какой-то она там чуть ли не резиновые были эти змеи, но тоже был фильм вполне себе по «Роковым яйцам». Тоже офигенная история о том, как вот вы взяли, облучили яйца, это оказались яйца, и вот на Москву идет полчища огромных рептилий. Вообще круто. Ну, нормально. Мы как будто... Знаешь, он же писал, когда это еще же не было, вот этих всех фильмов про зомби-апокалипсис. Его апокалипсис, он прикольный. Нет, реально, представьте, на Москву рептилии нападают. Нет, ну, это реально. Вот оттуда большие. Анаконды. Анаконды. Метров по шесть. Твои действия, Андрей. Очень быстро убегать. А как же защищать столицу? Ну, сначала убежать, потом подождать, пока станет холодно. Так. Эта вся херь вымрет, и можно возвращаться. Ты на это расчет. У тебя научный подход. Чувак, рептилии не переживут зимы. А что если переживут? Они же большие. И чего? Они хладнокровные. Это означает, что их температура тела примерно температура окружающей среды. При минус один они замернут. Ну, смотри, залезут все в метро, перезимуют, вылезут обратно. Ну, чувак, мы метро просто выключим, выключим это обогрев, и все нормально. Ну, там все равно теплее. Еще раз. Достаточно добиться минус двух. А, и все. Ну, как влага замерзнет в клетках, разорвет клетки. Хорошо, под землю залезли. Ну, хорошо. Схоронились. Хорошо. Вылезли обратно. Будем их отстреливать тогда. Нормально, справимся, не переживай. Когда рептилии нападут, как-нибудь справимся. Мне интересно, как это будет трактовать, что на Москву рептилии идут. Ну, как, что рептилии? Я почему хочу, чтобы вот свершились вот всякие такие типа инопланетяне, знаешь, напали, рептилии наступили. Там, я не знаю. Вот мне всегда интересно, что вот эти люди будут говорить. Очень просто. Ничего вообще не поменяется. Одни у тебя будут говорить, западные инопланетяне. Рептилии идут на Москву. Другие говорят, никаких рептилий не существует. Это все выдумка, это пропаганда. Третьи говорят, что рептилии – это происки Запада. Четвертое, что рептилии – это вообще наши рептилии, наши русские рептилии, и здесь рептилии были всегда, и еще вот типа в слове о полку Игоря, если вы помните, тоже были вот гигантские анаконды, русские анаконды. И, не, подожди, как ты сказал, они теплокровные? Хладнокровные. И хладнокровных как вида не существует. Вообще не существует. И статья напишется еще об этом. Разумеется. Кто-то будет тиктоки с анакондами записывать, понимаешь? Там начнется челлендж. Нет, прям реально интересно. Я тебе говорю, вот так будет. Почему я хочу, чтобы это вот получилось? Я тебе говорю, очень-очень люди переоценивают апокалипсис, понимаешь? Да. Вот я тебе говорю, когда случился ковид, вначале все было похоже на фильм «Заражение». Смотрели. Да. Одобряем. А потом, ровно до того момента, когда речь зашла о вакцинах. Потому что у Содерберга вообще-то террористы взрывают что-то, чтобы им вакцины дали. Они берут заложников. В реальности террористы бы взрывали вакцины. Ну, такие типа, давай, типа, это же чипы везут. Знаешь? Чипирование в прошлом нашем новом... Нет, вот половину. В прошлом выпуске сказали, что чипирование невозможно. Половину фильма он угадал, а половину не угадал. Видишь, как бывает? Ну, я жду всякое такое. Ждешь? Ну, реально, да. Ну, реально, инопланетян тут прилетают как... Какой это хороший фильм про инопланетянное вторжение? Вот какой, по-твоему, хороший фильм? Марс атакуют. Да ну. Нет, реально, классное кино, нет? Когда там цены ждутся, все хорошо, и тут бам, вот тебе на. Значит, смотри. Эта книга не о том, как обогатить ваш словарный запас, если вдруг... Мы уже заметили, но... И не об искусстве говорить на безупречном языке. Ну, шалопай, уже хорошо. Тут эффективное общение. Давай, эффективное общение. Самое главное. Марк Твен, знавший языки не меньше, чем о людях, которые на нем разговаривают, как-то написал. Разница между почти правильным словом и правильным словом на самом деле довольно велика. Это разница как между светлячком и светом. Нет, Марк Твен, давай так, сильный. Ну, Марк Твен очень сильный. Ну, реально. Знаешь, почему? Почему? Потому что Марк Твен был первым более-менее крупным американским писателем. Его все цитируют, потому что у тебя Америке вообще-то 300 лет. И у тебя в 19 веке вообще-то писателей особенно не было. И у тебя вот именно поэтому к классикам относится Марк Твен. Вот ты прикинь, ты первый писатель в стране. Вообще первый. Ты первый написал книжку. И все такие, ты вообще шаришь. Вот, ты прям молодец. Разумеется. Разумеется, к тебе будут... Это вообще в целом обидно, когда ты потом... Ну, хороший писатель. Не, хороший. Тут причем же все знают его по Тому Сойеру и приключениям. Это мы знаем его по Тому Сойеру. Нет, у него очень много классных рассказов. У него очень много рассказов, очерков. Чем много пишут про Средневековье. Да. Потом... У него вот был Янке при дворе короля Артура. Замечательное произведение, например. Очень драматическая такая фантастика, которая плохо заканчивается. Грустно. Кстати, я хотел вот давно сказать, вот так как сейчас в Умфополе находится вот фильм Дюна, Андрей Коняев, эксперт по вселенной Дюны. Нет, не эксперт. Ну, ты мне столько всего рассказал, что это такое. Андрей Коняев, эксперт. Я тебе просто рассказал какие-то штуки из книжки про бутверианский джихад, про вот это все, да. Почему там нет компьютеров, почему там есть эти вычислители и так далее, и так далее. И все. На самом деле ничего особенного я там и не рассказал. В этом мире нет компьютеров, да? Потому что реально... Потому что уже была война с машинами, и когда брали планету Карина, так и появился дом Карина, к которому принадлежит император, который на момент действия Дюны является императором. Вот. И что из-за этого запрещены машины и запрещены компьютеры, и поэтому есть люди, которые совершают быстрые вычисления, и есть навигаторы, которые... И самое главное вот это... Спайс. Спайс, да. Ну, не тот самый, который вы подумали, а вот как он называется? Ну, так и назывался Спайс. Он назывался Спайсом до того, как он назывался Спайс. Специя. То есть смешно, что они назвали это вот из Дюны. Вообще Дюна много всего дала. Да, например, группа Дюна. И что смешно, что ты рассказывал, что они... Группа Дюна, это вот который привет с Большого Баддуна, вот это... Если было море пива, я бы дельфином стал красивым. Если было море водки, стал бы я подводной лодкой. Великая группа. Великая. Что они назвались в честь этого произведения Дюны. Что они вначале играли прогрессив рок, у них ничего не вышло, и они стали играть вот такую музыку и прославились. И вот тебе и Спайс, который в фильме называется Специя. Да, ну, что по-английски есть Спайс. Значит, что делает гостя хорошим, ребят? Давай. Я оцениваю потенциал и деятельность гостя в студии по четырем категориям. Ох-ох. Да. Значит, вот что я требую от потенциального гостя. Значит, первое. Страстная любовь к своему делу. Андрей Киняев. Галочка. Спасибо. Способность объяснить суть его работы доступным языком так, чтобы было интересно для наших телезрителей, и они захотели больше об этом узнать. Андрей Киняев. Галочка. Прям Тимур льстит меня. Чувство юмора предпочтительно в сочетании с самой иронией. Андрей Киняев. Галочка. Бойцовский характер. Андрей Киняев. Андрей Киняев. Галочка. По половинам. Половина. Давай. Рисуй полную. Взял, нарисовал полную галочку. Мы это еще не знаем. Полную галочку нарисовал. Андрей, у тебя бойцовский характер, Андрей. Чувак, я вообще никогда не сдаюсь. Что? Как это? Просто. Я не сдаюсь. Если есть какие-то вещи, которые не получаются... Во всех аспектах жизни. Я могу отступить, но не сдаюсь. Отступить не значит сдаться? Ну, это... Отступить, это значит, что потом ты попытаешься еще раз. То есть, отступление не означает отказ от того, что ты хочешь сделать отступление. Означает, что просто не пришло время для твоей победы. А? А? Чувствуете, да? Бойцовский характер. Рисуй, рисуй. Галочку? Конечно. Ладно, есть галочка. Ну, по его мнению. Но галочка, напротив, вопрос. Ну, понятно, конечно. О чем-то мы хотели поговорить. Я недавно попробовал сделать себе натальную карту. Там, короче, тебе выгружается... Так, Андрей. Выгружается огромное... Чувство юмора предпочитает сочетание самой иронии. Две галочки. Вот. Огромный, огромный текст. И ты его начинаешь читать, и там очень много накидано. Да. И, разумеется, как во всех таких текстах, ты читаешь, читаешь, и читаешь, читаешь, и там начинаешь так... О, это про меня. Это про меня. И даже ты понимаешь, что это все гонево. Это все обман. Построенный на очень понятных психологических уловках. Трюках. Да. Но все равно работает. Знаешь, это есть такие вот штуки, которые даже несмотря на то, что ты знаешь, что против тебя используется психологическое оружие, оно все равно работает. Например, прямая лесть. Когда тебя хвалят, даже если врут, ты все равно такой... Какая красивая кофта, вот по красным лампасам. Спасибо. Давай, продолжай, продолжай. Какие часы большие? Конечно, большие. Потому что размер часов, как известно, напрямую связан с качеством человека, который их носит. Больше часы – лучший человек. Неплохо, да? Хорошо. И я подумал, что это вот всегда работает, и ты находишь вот эти вещи, связанные с гороскопами, связанные с вот этими всякими историями, они являются для тебя таким удобным инструментом, чтобы сформулировать что-то о себе. Потому что, вот, знаешь, иногда бывает, тебе говорят, представься, расскажи что-нибудь о себе. Вот, если тебе задать этот вопрос, вот, Тимур, расскажи что-нибудь о себе. Что бы ты рассказал? О себе? Вот, прямо сейчас. Вот ты вот, я тебе говорю, вот, Тимур, расскажи о себе. Буквально в трех предложениях. Я Тимур Горгинов. Я очень любопытный парень. В трех. Еще нужно что-нибудь? Очень-очень. Понятно, видишь, ты предпочел... Хорошо, а я предпочел ошибиться. Я очень любопытный парень, я очень люблю интересоваться многим. Да, то есть ты два раза произнес, что ты любопытный парень. Да, ну, мне больше нечего о себе сказать. Вот, почему? Потому что, ну, и мне, на самом деле, редко, когда есть что о себе сказать. Да. Потому что, вот, у меня был опыт, я ездил уже на научную конференцию, и там мы по очереди представлялись и должны были немного рассказать. А даже там была специальная задача, не о себе, как о человеке, а о своей экспертизе в математике. То есть навык, бэкграунд, что понимаю, что умею, что не умею, в какой задаче буду разбираться. Потому что это был воркшоп, где мы разбирали задачи, и в течение нескольких недель их решали. Можно я тебя перебью? Давай. Тут, скорее, разница между мной и тобой, что у меня нет вообще ни по одному аспекту экспертного мнения. У тебя экспертное мнение есть. Поэтому, наверное, тебе есть больше, чем что сказать о себе. Нет, я к тому, что это кажется. На самом деле вопрос идентификации никак не связан с тем, что ты знаешь или тем, что ты умеешь. Он всегда сложный. Он сложный даже в таких узких условиях. Потому что когда мне говорят... Ну, вот я говорю, ну, у меня какой бэкграунд? Я знаю алгебры, знаю еще, вот у меня классическая дифференциальная геометрия, еще что-то. И в целом это все равно выглядит очень жалко, потому что ты не можешь как бы сформулировать четко, что ты за тип для других людей, которые тебя видят первый раз. И в этом смысле любой вопрос, типа, кто ты, вот как бы ответ на этот вопрос, он либо смешной, потому что тебя спрашивают, вот ты кто? Ты по жизни, вот как ты себя, что ты из себя представляешь? Ты либо отшутишься, если у тебя все хорошо в жизни, и ты такой, типа, да ладно, это не очень важно. Мне не очень важно определять себя. А в другой момент в жизни ты услышишь этот вопрос, или он прижит тебя в голову, у тебя захочется умереть, потому что это чудовищно тяжелый вопрос. Кто я? В момент кризиса, кто ты, это, типа, ключевой вопрос. И вот выясняется, что даже вот в узкоспециальном смысле на него сложно ответить, не говоря в общем. И натальная карта или что-то такое, это прекрасный способ начать отвечать на этот вопрос. Я подумал, что почему людям нравятся знаки зодиака, почему такие вот, говорят, ой, я типичные рыбы. Понимаешь? Почему? Потому что это позволяет, это дает тебе набор, прям список качеств, с которыми можно говорить, ты кто? Я типичная рыба. Ну, типа, я вот близнецы. Я близнецы, я творческий. И в то же время я вот заземленный. Все понятно. Интересный, да. И это удивительным образом работает. Еще знаешь, что так вот есть люди, генетическое тестирование проходят? То абсолютно такой же эффект. Ой, я на 10% поляк, я всегда знал. Ты такой, типа, что значит, я на 10% поляк? Это вообще как? Как называется монарх, который родился в ноябре? Не знаю. Царь Скорпионов. Помнишь, такой эфир был? Это же было с Скалой, Дуэн, Скалой, Джонсов. Очень плохое кино. Вот это ты, конечно, интересно сказал, потому что это как способ самоидентификации. Как начать. Тебе же нужно эту идентификацию? Никогда об этом не думал. Я тоже вот подумал про это исключительно вот в этом контексте. Мы торолога зовем в подкаст Натального. Торолога? Или это другое? Я не разбираюсь в этом. Я тоже не очень знаю. И что, ты посмотрел свою Натальную карту дальше? Да, ну и все, там очень много написано. Хорошего? Там очень много противоречивых вещей написано. Допустим. Ну, там где-то в одном месте говорится, что там... У тебя не бойцовский характер. Бойцовский характер. В одном месте говорится, что человек, вот он такой, типа, весь... Вот ты это, кстати, а почему ты думаешь, что у меня не бойцовский характер? Я тебя спрашиваю. А, ты меня спрашиваешь. Нет, нет, хорошо, хорошо. Видишь, у меня какой бойцовский характер. Что-то даже не знаешь, что он есть. Нет, ну, бойцовский характер, смотря как трактовать, да, то есть некоторые это будут трактовать что-то с насилием связано. Или с постоянным стремлением замкнуть. Я так не делаю. Наверное, мы с тобой говорим это в контексте того, что, на мой взгляд, бойцовский характер. Когда ты, если за что-то берешься, ты это доводишь до конца. Хотя бы старайся. Да, вот, на мой взгляд. Не бросаешь на полпути. Не бросаешь на полпути. И вот там противоположные были вещи. Где-то написано, что человек очень сильный, там очень, типа, разум, типа, давлеет над чувствами. В другом месте, ну, постоянно вот весь такой, как бы вот он весь такой носится в облаках. И ты, как бы, ну, понятно, что это написано, что здесь ты не зацепился, а там ты зацепился. Ну, да, я такой. Нет, я вот действительно такой. Поэтому там очень всего много было интересного. Но вот в целом, в целом, я типичные близнецы. Кстати, мне часто тоже это говорят. Я же тоже близнецы. Да мы все тут близнецы. Дима, он тоже близнецы. Дима наш. Наши близнецы. Наши. Наши три близнеца. Я, Тимур и Дима. Мы близнецы. Ну, не знаю. Такой какой-то спор... Это как паспорт, да, такой невидимый? Невидимый, да. Тебе говорят, когда ты родился. Я родился, вы близнецы. Все понятно. Но тебе не кажется, что люди, которые на этом заостряют внимание, это вот, ну, чуть-чуть... Ну, странно. Что с ними не стоит продолжать общение. Это вообще... Знаешь, это как вот у тебя... Человек... Да. Это многообразие разных вещей. Бликопитающие. Разнообразных, рациональных и рациональных. И вопрос то, вокруг чего ты строишь свою самоидентификацию. Знаешь, кто-то строит свою самоидентификацию. Через национальность. Кто-то строит через национальность. Кто-то строит через доход. Кто-то строит через интеллект. Политические убеждения. Через политические убеждения. На самом деле, когда ты выбираешь одно направление, ты напоминаешь человека с одной рукой. То есть, как бы ты говоришь, я не сложный человек, не сочетание каких-то разных вещей, а я вот на самом деле в первую очередь вот такой. И, разумеется, если человек вокруг знака зодиака выстроил всю свою самоидентификацию, то с ним, наверное, сложно. Мне бы... Вот давай так я сформулирую. Я что... Скажу так. Мне бы с ним было тяжело общаться. Я бы с ним с трудом бы нашел общий язык, мне кажется. Андрей. Значит, Ларри Кинг пишет. Я уже называл одного человека, обладающего всеми четырьмя упомянутыми мною и качествами, лучшего гостя. Это Фрэнк Синатра. Андрей, честно говоря, ты похож на Фрэнка Синатра. Спасибо. У меня только гораздо меньше связей в мафии итальянской, чем у Фрэнка было. Но вот, наверное, в остальном похож. Спасибо. Так. Это смешно, потому что у меня в какой-то момент жена обнаружила... Ну, как она постоянно какую-то музыку слушает, и тут вдруг она открыла для себя снова Фрэнка Синатра. Может быть, время пришло. И она говорит, ну, офигенные же песни. И она мне включает My Way. Ну, так я вот тоже вот... Подожди, подожди. Она включает My Way, и я думаю, ну, это же невероятно крутая песня. Просто. Очень красивая. Там, понимаешь... И очень красивая. Там текст. Там текст такой написан, типа, ну, вот, типа, я жил жизнь, у меня были разные неприятности, и какое-то количество на них, ну, на мою долю выпало, но не важно. Важно, что я жил, как хотел. Такой мудрый итальянский мужчина. Любимая песня Александра Маслякова, кстати. Какая? My Way? Да, да. Ну, это много у кого, мне кажется, любимая песня. Как-то Фрэнк Синатра, знаешь, он ассоциируется, у него есть вот такое вот, хочется сказать, что это не глупая музыка. То есть, как бы, люди, которые вот претендуют на самоидентификацию с помощью интеллекта, они вот такие, типа, это вот музыка, которая вот достойна, знаешь. В сериале «Предложение», это сериал, который рассказывает о том, как снимали фильм «Крестный отец». О, я его, кстати, так и не посмотрел. Я о нем говорил несколько раз. Фрэнк Синатра изображен достаточно комично, что там повествуется о том, что в «Крестном отце» вот этот один артист, он был или кто он был, который пришел просить помощи у Дона, да, Корлеоны. Блин, это, значит, слово «Дон Корлеоны», это как будто «Капитан Вронгель», вот для меня. Это вот как будто из мультфильма. Ну, я не могу серьезно говорить вот это «Дон Корлеоны». По-русски как-то так себя звучит просто. Да, 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 да. И вообще сам по себе «Крестный отец». Ну, достаточно... А как ты думаешь, вот «Марлон Брандо» был тупой? Это к вопросу о том, что я назвал актеров тупенькими. Ну, не все. Ну, не всех. «Марлон Брандо»? «Марлон Брандо». Не знаю, честно, вообще не знаю. Мне кажется, он вот слишком такой, мне кажется, что он не был очень-очень умным актером. Как будто вот... Ну, в этом фильме, опять-таки, в этом сериале, ну, он странноватый. Странноватый? Да, да. Так Фрэнк Сенатор прочитал «Увидел себя», как будто бы в описании этой книги. Я понял, да. Он увидел себя в этом персонаже. Который приходит к Дону Корлеонову. Да, 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 да. Да, и он был как бы против фильма «Крестный отец». Там много было, как я понимаю, кто против фильма этого. Да, 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 да. И больше всего, и «Клан Бананам». Это тоже так смешно, «Банан». «Банана», «Корлеона». Реально, вот это... «Клан Банана». «Капитан» вот... Я сразу этих представляю. Кого? Помнишь, из «Гадкий я». Нет. А, «Миньоны». «Миньоны жёлтые». Но главное, как мне кажется, что когда... Вот эти все вопросы, которые мы обсуждаем, про самоидентификацию, да? Да. Их обычно, ну, как бы всерьёз на них можно отвечать, если у тебя есть время. Понимаешь, я подумал, то, что вот можно подумать про кино, подумать про Шарикова, подумать про какие-то ещё вещи. Это в первую очередь история про то, что у тебя есть на это ресурс. Да, и как только у тебя нет на это ресурса, а чаще всего это означает... Ну, вот у тебя есть такая штука, давай, я тебе вот говорю, называется ловушкой бедности. Опа, интересно. Да нет. Это тоже математическая задача. Не-не, очень простая вещь. Вот, грубо говоря, идея состоит в том, что если ты бедный, то ты сильно больше времени тратишь на вещи, на которые человек более обеспеченный времени не тратит. Ну, то есть ты должен... У тебя больше времени уходит на... Ну, например, представь себе, что ты ездишь только на общественном транспорте, ты от него зависишь, да? Это если ещё там, например, в Москве это всё хорошо, а вот, например, где-нибудь не в Москве или там из пригорода, то есть ты вынужден постоянно ездить, и ты тратишь в день, условно, там, 4 часа на просто перемещение. Вот просто ты пересаживаешься из одного транспорта в другой, едешь, 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 потому что тебе далеко ехать, и потому что ты не можешь себе позволить жить рядом с работой. Другая вещь – это, например, там, еда. Ты должен готовить, ты должен постоянно думать. Если ты там, например, у тебя есть задача купить еду, ты не можешь просто её купить, ты должен интеллектуально быть в это инвестирован, ты идёшь, выбираешь недорогую, то есть ты ищешь, как сэкономить. Да, я жил так, Андрей, и живу так же иногда. Вот эти все вещи, которые тратятся на это, это и есть ловушка бедности, потому что это тот ресурс, который ты мог бы потратить на то, чтобы улучшать свою жизнь. Но ты не можешь их потратить, потому что они уже тратятся вот на это. И вот это, на самом деле, по-моему, экономический термин, у этого механизма есть вполне себе конкретные экономические проявления. Но вот эта ловушка – это то, из-за чего часто кажется, что человек какой-то, например, не растёт. Или тебе кажется, что он Шариков, а он просто находится в ловушке бедности. Он оказался в такой жизненной ситуации, что у него просто не было возможности потратить столько времени на себя, сколько, например, у тебя или у меня. И всё. Я могу не согласиться с этой теорией? Пожалуйста. Потому что с практической точки зрения, не с теорией, я много знаю людей обеспеченных, обеспеченных. Они ноль времени уделяют саморазвитию. Они уделяют всё это время свободное на восседание в каких-то, блядь, ресторанах и так далее, и так далее, и так далее. Походы в магазины, процедуры и вот это вот всё прочее. То есть я, знаешь, мало... Знаешь, я как-то зашёл к одному своему знакомому домой. Шикарная квартира. Шикарная. Просто. Ни одной книги. Не, ни одной книги. Так у него, может, все электронные. Не уверен в этом. Да я понимаю, о чём ты, да. Ну, как бы... Окей, у него нет ловушки бедности. У него, блядь, капкан вот этого комфорта. Капкан комфорта. Ну, вот видишь... Нет, есть огромный телевизор, наверное, там что-то подключено, но, ну, как бы... Вот смотри, и жизнь человека... Я сейчас не говорю про то, что, типа, ой, надо там читать книги и так далее. Ты, как бы, общайся с людьми. Я со многими состоятельными людьми общался, клянусь, блядь, через пять минут мне становится неинтересно. Чувак, я тебе говорю, это вот как путешествие Ясона. Тебе как вот между целой Харибдой надо было пройти. Так вот тебе нужно между ловушкой бедности и капканом богатства. Вот нужно где-то посредине пройти и остаться человеком. Сто процентов, сто процентов. Мне кажется, отлично поговорили, Андрей. Еще раз всех с прошедшим праздником, всех женщин. Спасибо всем остальным за ваше внимание опять-таки к нам. Спасибо, что вы нас смотрите. Посмотрите наш предыдущий выпуск с нейробиологом. Отличный выпуск. Там, кстати, есть ответ на вопросы про чипирование мозга. С Владиславом Белоусом. Да. Спасибо всем большое. Спасибо. 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 Спасибо.